Приветствую вас! Надо сказать, что ваше состояние, состояние депрессии, оно как не парадоксально, для вас удобно, в чем-то выгодно, я бы даже сказал. Потому что, находясь в депрессии, вы можете не пытаться, например, решить проблему свою. Находясь в депрессии, вы можете не стараться понять, например, что и почему случилось, как и что произошло, из-за чего вы расстались, например, с своим партнером. Что вам нужно, например, поменять, чтобы такое больше не повторилось. Хотите ли вы что-то менять, чтобы это больше не повторилось. А если вы расстались с партнером, которого любили, то наверняка отдаёте себе отсчёт в том, что человек ушёл от вас, не просто так. Человек ушёл от вас, потому что ему так будет лучше, ему так будет спокойнее и так далее. То есть, можно сказать, что любимый человек позаботился о себе. Можно так сказать, что он о себе взял и позаботился. Но у вас это вергло-вергло в депрессию. Вот. И оправдание заключается в том, почему? Почему у вас это вергло в депрессию? Что вы потеряли, например, с уходом этого человека? Как, как бы, что вы, чего вы лишились? Как бы, когда человек вас покинул. Вы же понимаете, что депрессия возникла не случайно. Вы же понимаете, что вот это вот состояние, состояние подавленности, оно возникает не просто так. И, как бы, возникает оно, потому что человек чего-то лишается. Лишается реализации своих, возможности реализации своих желаний. Вот. Понимаете? Какая-какая штука. И, как бы, это вопрос к вам. С чего вы лишились? Это вопрос о том, что вы через чур, слишком и через чур сильно полагались на поток. Партнера. Чересчур много было завязано у вас на нем. И, возможно, именно это его от вас и оттолкнуло. Потому что человеку тяжело, когда... А... От него слишком много зависит. Поэтому... Тут... вопрос... именно к вам. Вот примерно в таком контексте и нужно двигаться, именно от этого нужно отталкиваться. Ваш вопрос даже не озвучен, то есть как будто нет вопроса, что говорит о том, что менять что-либо вы не хотите в своей жизни сейчас. Коллеги правы в том, что говорят вам, что нужно отгрывать, что нужно это пережить. Они в этом правы. Но есть другой момент, есть другой достаточно важный момент, связанный с тем, что горевать-то нужно. И против все стадии тоже нужно, но нужны решения. Нужны ваши решения в частности. Только через ваши решения, я бы сказал, что-то реально может получиться. Вот. Только через ваши перемены все это способно измениться. И только через ваши перемены больше таких ошибок, какие вы совершили. в результате чего, собственно, и произошло, ну, расставание, да? Вот. Такого больше не случится. Но для этого, я повторюсь, нужны ваши усилия. Для этого нужно ваше желание что-то делать. Для этого нужно ваше желание что-либо менять. Разбираться. Разбираться. В том числе, да? Разбираться. Разбираться в том, что, вообще-то говоря, произошло. Что произошло и почему произошло. Ну, и как. Как произошло. Вот. Это очень важные истории. И в этом мы вам уже можем помочь. В этом мы уже можем вам посадить. Чтоб вам было легче. Для этого нужен, нужен хотя, хотя бы. А, запрос. Вот. Понимаете? На этом все. Я надеюсь, что он помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.